В свете мировых событий, осознавая всю серьезность происходящего, люди все чаще пытаются найти ответы на вопросы, что происходит с миром, что будет дальше и чем все это закончится. Очень популярной стала тема о теории заговора, о кукловодах, которые сидят за кулисами мирового правительства, о чипировании, тотальном контроле и всеобщем порабощении или даже истреблении. Верующие ожидают прихода зверя или антихриста, что, собственно, подтверждает происходящее в мире. Однако же даже у верующих чаще всего нет вразумительных ответов на вышеперечисленные вопросы. А если и есть, то в большинстве своем это всего лишь догадки или предположения. Нет никакой конкретики в ответах на вопросы, кто же на самом деле правит этим миром, кто пытается навязать новый единый мировой порядок. И в конце концов, кто виноват во всех бедах? Масоны? Иллюминаты? А может быть, Путин? Чтобы разобраться в будущем, нужно изучить прошлое. Точнее, изучить то, что Бог еще в прошлом открыл нам о будущем. Ведь в Библии на самом деле почти на 3000 лет вперед предсказан весь ход мировой истории. А в Откровении Иоанна чуть ли не в деталях описано все то, что сейчас происходит в мире. И именно там можно узнать, кто стоит за стремлением поработить весь мир. Как раз именно в этом я предлагаю вам сегодня разобраться. Но раз уж мы заговорили о книге Откровения, самой сложной и загадочной книге Библии, нельзя не упомянуть о принципах ее понимания. Практически все образы и аллюзии, интерпретации и сравнения, использованные в ней, взяты из Ветхого Завета. Поэтому прежде чем открывать Откровения, нужно хорошенько изучить Ветхозаветную часть Библии. Также Откровения невозможно понять, не разобравшись в книге Даниила. Потому как множество богословов и теологов книгу Откровения называют продолжением книги Даниила. Во многом они параллельны и взаимосвязаны. Образы книги пророка Даниила продолжают жить на страницах Откровения. Книга Откровения Книга Откровения ссылается на книгу Даниила очень часто. Фактически, если книга Откровения начинается блаженством «Блажен тот», то книга Даниила заканчивается блаженством «Блажен кто ожидает». Читая книгу Даниила, вы увидите там пророчества, которые относятся к эволюции времени, событий от начала до конца, период за периодом. От дней Даниила до конца времени. Точно так же и в книге Откровения. У нас есть много пророчеств, которые говорят о событиях, которые ведут к концу времени. Предлагаю вам отправиться в удивительное путешествие исторических фактов, политических интриг, кровавых расправ и библейских пророчеств. Вначале позвольте задать вам один вопрос, на который мы попытаемся ответить в нашем библейском расследовании. Получив ответ на него, мы откроем для себя и ответы на все ранее поставленные вопросы. Итак, в 17 главе Откровения описана некая вавилонская блудница, восседающая на звере, который, собственно, и правит этим миром. Согласитесь, ведь наездник правит тем, на ком сидит. Стало быть, именно вавилонская блудница держит бразды правления этого мира в своих руках. А значит, выяснив, кем же является эта блудница, мы прольем свет и на все остальное. В книге Амоса написано, «Господь Бог не делает ничего, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Поэтому, если мы находим упоминание о некой вавилонской блуднице в последней книге Библии, логично было бы предположить, что Бог через своих пророков уже открыл нам тайну данного образа в предыдущих книгах. И действительно, еще за 2600 лет до наших дней, Господь посредством своего пророка Даниила раскрывает полномасштабную панораму событий, которые ожидает человечество от вавилонской империи вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. И среди данной пророческой летописи красной линией проходит история возникновения кровожадной, богоборческой власти в виде малого рога. По сути, той самой вавилонской блудницы, в которую трансформируется малый рог в книге Откровения. Но чтобы не быть голословным, давайте вместе прочитаем о блуднице из Откровения и попытаемся найти схожие черты в книге Даниила. Итак, в 17 главе Откровения мы читаем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мной, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния убивались живущие на земле. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано «Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». «И видел я, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». Откровение, 17 глава, с 1 по 8 стих. И пока в нашей голове свежее описание блудницы из Откровения, предлагаю провести параллель с 7 главой книги Даниила, что позволит нам найти сходство с тем, о чем повествует Иоанн. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь, четвертый, страшный и ужасный. Он был отличен от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени». Данное описание продолжается в следующей, 8 главе. «И укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых, и при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». По-моему, сходства очевидны. Как в первом, так и втором описании мы встречаем самовозвеличивание и произношение хулы на Бога. Обе власти нацелены на Божий народ. Обе власти ограничены своей деятельностью в рамках пророческого времени. Обе действуют до конца истории, и обоих ожидает сверхъестественное уничтожение. Нужно понимать, что если в Библии в разных местах даются одинаковые характеристики, то это значит, что говорится об одном и том же. Итак, друзья, хоть и очень поверхностно, но только что, мы с вами идентифицировали, то есть обнаружили Вавилонскую блудницу из 17 главы Откровения в Малом Роге из книги Даниила. Но так как мы просто вырвали из контекста описание Даниила, нам совсем непонятно, кто это и что это. Поэтому теперь я предлагаю вам вернуться в начало 7 главы и постепенно, поэтапно изучить ее. Таким образом, опираясь на реальные исторические факты, мы сможем прийти к пониманию, где и когда возникает Малый Рог или скрывающаяся за ним Вавилонская блудница. Но прежде изучения 7 главы, я хочу вкратце разобрать 2 главу, потому как данные главы параллельны. В них содержится информация об одних и тех же событиях, но при этом раскрываются разные подробности. Это поможет нам более глубоко и детально понять 7 главу. И нужно заметить, что пророчество 2 главы не основное в нашем расследовании, поэтому мы коснемся его весьма поверхностно. Более подробно о нем можно посмотреть в фильме «Пророчество, о котором ты должен знать». Ссылка будет в описании. Итак, примерно в 605 году до н.э. Вавилонский царь Новоходоносор, чье реальное существование исторически признано, видит сон. Чрезвычайно важный сон, как ему показалось на тот момент. Но проснувшись, он его забывает. Придворные колдуны, маги, гадатели разводят руками, услышав требования царя рассказать ему сон, который он забыл. За это разгневанный царь приказывает казнить их всех. Даниил, божий человек, который входит в штат мудрецов, услышав об указе, который относится и к нему, отправляется к Новоходоносору и просит дать ему одни сутки, по истечению которых обещает рассказать ему сон. Новоходоносор удовлетворяет просьбу Даниила. Проснувшись на следующий день, Даниил понимает, что во сне Бог дал ему ответ на загадку царя, и он увидел тот самый сон, который и не замедлил рассказать царю. Итак, царь Новоходоносор во сне видел огромный и страшный истукан, который состоял из четырех разных металлов. Голова истукана была золотой, руки и грудь серебряными, живот и бедра его медные, голени его железные, ноги и ступни его частью железные, а частью глиняные. Затем камень отрывается от горы, без содействия рук человеческих, и бьет в истукан, в железные и глиняные ноги его, и разбивает их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь и серебро, и золото, сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Хорошо. Но что же значит этот сон? Даниил тут же дает толкование. Ты царь, царь царей, ты эта золотая голова. Позвольте пояснить, дело в том, что в начале второй главы описывается, как Новоходоносор размышлял о том, что будет в будущем, после него. И бог через этот сон дает понять ему, что после его империи возникнет другая империя. Что, собственно, и поясняет Даниил. То есть золотая голова в хронологическом порядке истории символизирует Вавилонское царство. После тебя восстанет другое царство, продолжает Даниил. Ниже твоего и еще третье царство, Медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Все так и произошло. В 539 году до н.э. персидский царь Кир отводит воды реки Ефрат и по сухому дну входит в город Вавилон, положив конец Вавилонской империи. На смену золотой голове Вавилона приходит серебряная грудь и руки Медоперсидского царства. Как истукан имел две руки, так и Медоперсия была союзом двух царств – Мидии и Персии. Однако на смену серебру Медоперсии приходит следующее царство – Медное. И правда, вместо того, чтобы рано или поздно развалиться на множество более мелких царств, в 331 году до н.э. легендарный полководец Александр Македонский производит молниеносное завоевание практически всего на тот момент существующего мира. Серебро сменяется Медью Греции. Но проходит время и в 168 году до н.э. Греция падает под натиском Железного Рима. Рим существует вплоть до 476 года н.э. и затем распадается на Западную Римскую и Восточную Византийскую империи, что весьма символично, учитывая, что это две ноги истукана. Кстати, нужно заметить, что именно тогда мир стал двухполярным. В 330 году император Константин Великий переносит столицу Римской империи из Рима в Константинополь. И, как уже было сказано, империя распадается на Западную Римскую и Восточную Византийскую части. Константинополь называет Новым Римом. Далее, в 988 году князь Владимир Красное Солнышко принимает византийскую веру, то есть православие. Это событие мы знаем как Крещение Руси. Однако в 1453 году Константинополь падает под натиском турок-османов. И вера, вышедшая таким образом из Рима, перешедшая в Константинополь, а затем осевшая на Руси, стала предпосылкой того, что Москву стали называть Третьим Римом. Противостояние Запада и Востока, но при этом наличие у них единых корней, позволяет нам с уверенностью заявить о том, что две ноги Железного Рима продолжают существовать в разделенном виде. И в наше время поразительно, но двухполярный мир современности, то есть противостояние Запада и Востока, было предсказано в Библии за 2600 лет. Но вернемся к нашему пророчеству. Даниил заканчивает толкование ступнями, которые состоят из смеси глины и железа. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, а само будет стоять вечно. Я думаю, здесь все понятно, так ведь все и было. Некогда нерушимая Римская империя распадается на 10 по числу пальцев на ногах государств, как зачаток современной Европы, алиманы, лангобарды, бунгурды, вандалы, везготы, герулы, осготы, саксы, сфевы и франки. Удивительным образом сбывается утверждение, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Из истории мы знаем, что слить воедино мир пытались несколько раз. Карл V, Наполеон Бонапарт, Кайзер во дни Первой мировой войны и Гитлер во времена II. Однако, как и было предсказано, ничего из этого не вышло. Считаю важным заметить, что данное пророчество, записанное во второй главе книги Даниила, дает весьма поверхностную, общую характеристику событий. Седьмая же глава предлагает более углубленную картину и проливает свет на геополитический характер сил, описанных в ней, предлагая рассмотреть ее более детально. В видении Даниил видит зверей, поочередно выходящих из моря. Море, как трактует сама Библия, символизирует народы. То есть звери, выходящие из моря, суть империи, возникающие в густонаселенной части света. Итак, читаем. «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, у него крылья орлинные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он не поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще один зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. И ему сказано так. «Встань, ешь мяса много». Затем я видел вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него были большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Рассматривая данное пророчество, нужно помнить, что в Библии часто используются параллели между теми или иными образами. Что мы, собственно, здесь и видим. Как лев является царем зверей, так и золото царствует над прочими металлами. Лев из седьмой главы символизирует Вавилон, представленный золотой головой из тукана во второй главе. На спине у льва два крыла, которые в Библии символизируют скорость и молниеносность завоеваний. Простите, однако нельзя не упомянуть, что в наше время существует мнение, что якобы крылатый лев символизирует Великобританию. Разоблачить данное утверждение нам помогает последняя часть четвертого стиха. Крылья же у льва были вырваны, и лев стал на ноги, как человек, и сердце человеческое было дано ему. Как вы думаете, что в Божьем понимании значит сердце человеческое? Мне кажется, когда человек верой познает Бога, стремится к нему всем своим сердцем и творит угодное в глазах Господа, это и делает человека настоящим человеком в глазах Божьих. То есть, когда жестокость и грех сменяются любовью и верой. Можем ли мы применить данную трактовку к Великобритании? Раскаивалась ли когда-нибудь эта страна? И отказывалась ли от своих имперских амбиций? Как показывает история, нет. И навряд ли это вообще когда-нибудь произойдет. Чего не скажешь про Новоходоносора, царя Вавилонского. Не вдаваясь в подробности, в 4 главе описывается, как царь Вавилона был наказан Богом за высокомерие. Лишившись рассудка на последующие 7 лет, он провел их как животное, питаясь травой. Когда же разум и царство вернулись к нему, он прославил Бога и принял его своим Господом и Спасителем. Тем самым лев стал на ноги и получил сердце человеческое. Все логично, друзья. А то, что крылья были вырваны, говорит о прекращении завоеваний. И правда, после кончины царя Новоходоносора расширение империи прекратилось. Египет так и не покорился Вавилону. Но это покорение удалось осуществить следующему царству, которое символизирует медведя или серебряную грудь из тукана – медаперсию. Медведь во рту держит три клыка, что олицетворяет три царства сокрушенной медаперсией – Вавилон, Лидию и Египет. Медведь свирепый, большой и мощный. За ним следует четырехглавый барс с четырьмя крыльями на спине. Барс, как и медные бедра из тукана, символизирует Грецию. Это стремительное животное, как и четыре крыла на его спине, говорят о молниеносных завоеваниях Александра Македонского, который к своим 33 годам захватил практически весь на тот момент культурный мир. Однако в самом расцвете сил, в 323 году до нашей эры, Александр умирает, оставив свою огромную империю без наследника. Держава достается четырем военачальникам, которые разделяют между собой эту огромную территорию. Птолемею I достается Египет, Селефт I Неконор основывает династию Селефкидов в Сирии, Лисимах унаследует Фракию и северную часть Малой Азии, Кассандр обосновывается в Македонии и Греции. Как вы уже догадываетесь, четыре головы барса символизируют четыре части Греции, на которые распадается империя Александра Македонского. Однако на смену Греции, пусть не с такой скоростью, приходит время Железного Рима. Столь коварной и жестокой империи, что среди обычных зверей ему не нашлось аналога. «Зверь страшный и ужасный» – так Даниил описывает Рим в своем видении. «Разделяй и властвуй» – главный девиз Римской империи, которая по своей жестокости и деспотизму не уступала фашистской Германии. Как ноги – самая длинная часть тела, так и Рим существовал дольше всех. Но присмотритесь, на своей голове зверь страшный и ужасный имеет десять рогов. Рога в Библии, как мы уже выяснили, символизируют власть, царство и царей. И мы знаем, что на осколках Римской империи образуется десять государств – предшественников современной Европы. Но самое интересное – еще впереди. Десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И три прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Небольшой рог с человеческим лицом более всего интересует пророка. Несомненно, он воспринимает этот рог как самую значительную власть и уделяет ее описанию наибольшую часть текста. Эта власть является венцом всех остальных. Пророк описывает ее природу, исторический момент ее возникновения, ее деятельность и судьбу таким образом, чтобы, встретившись с ней, мы могли легко ее узнать и разоблачить. Человеческий элемент, то есть глаза и устак, которые имеют небольшой рог, указывает на то, что эта власть существенно отличается от других. Мы уже знаем, что все человеческое на языке Даниила означает религиозное измерение. В то же время царство остается рогом, то есть политической властью. Небольшой рог, обладающий человеческими глазами и устами, представляет политическую власть, у которой взгляд и речь имеют религиозную сущность. Глаза – символ духовного видения. Уста – не что иное, как претензия на учения или на некие божественные знания или откровения. Почему именно божественные, вы поймете позже. Но заметьте, владение данными знаниями настолько надмевает малый рог, что он начинает говорить высокомерно. Итак, на данном этапе я предлагаю подвести итог. Давайте объединим воедино признаки малого рога. Первое. Малый рог выходит из четвертого зверя, то есть появляется он из Рима на территории бывшей Римской империи. Он выходит среди десяти рогов, то есть на территории Западной Римской империи, а значит, это европейское государство. Малый рог появляется после десяти прежних рогов, то есть к полной власти он приходит после 476 года. Он кардинально отличается от всякой предыдущей власти, что была до этого на Земле. Рог становится больше других, то есть эта власть будет мощнее других. Он подрывает существование трех предшествующих государств. У него глаза человеческие и уста говорящие высокомерно против Всевышнего. Значит, эта власть возведет себя на уровень Бога, заменяя божественные принципы человеческими, а также она попытается достичь неба путями человеческими, а не Божьими. Малый рог угнетает и убивает святых Всевышнего. Он пытается изменить времена и закон. Имеется ли в виду какой-нибудь человеческий закон? Нет. Речь идет о законе Божьем. Время его правления – 3,5 года или 42 месяца, или буквальных 1260 лет. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, Малый рог – это религиозно-политическая власть, которая хронологически возникает после распада Римской империи на 10 независимых государств примерно в 4-5 веках, и ее появление приводит к падению трех из них. Давайте поразмышляем. Какая система правления тех давних времен отличалась от всех остальных, когда-либо существовавших? Кто в высокомерии своем называл себя Богом на земле? Кто десятками тысяч истреблял всех инакомыслящих, которые осмеливались верить не так, как они? Кто изменил закон, то есть 10 заповедей, искоренив из них две существующие? Кто вверг Европу в темные времена Средневековья и Мракобесия? Кто, называясь святым, сжег и замучил до смерти около 40 миллионов тех, кто смел верить по-своему? Кто в неистовой гордости на протяжении долгих столетий диктовал свою деспотическую волю другим? Без разрешения кого царь не мог принять наследство или жениться на той, которая была неугодна? Вы уже догадываетесь? Как ни парадоксально это звучит, но это римокатолическая система или папство. Разрешите сразу уточнить, это придумал не я. Это написано в Библии. И под римокатолическим павством имеется в виду религиозно-политическая система, а неблаговерные верующие, не имеющие к этому никакого отношения. Я извиняюсь у всех католиков, но так говорит Библия. Малый рок, который стал больше других, с глазами и устами, говорящими высокомерно или богохульно, это папская система, объединившая в себе религиозную и политическую власть. Когда ваша вера – это не плод личного переживания и выбора, но насильственно навязана власть имеющей религиозной системы. Не хотите верить как мы? Добро пожаловать на костер. Читаете Библию? Инквизиция уже идет к вам. История показывает, что римская церковь была самым активным гонителем христиан и евреев на протяжении веков. В действительности, история говорит о том, что более 50 миллионов мучеников пали жертву инквизиции и гонений со стороны римской церкви. Итак, что мы видим? Это пророчество, говорящее, что церковь примет участие в немыслимом гонении, и именно так и случилось. Церковь начала судебный процесс и установила судебную систему, известную как инквизиция, чтобы допросить этих людей, чтобы заставить как можно больше людей отказаться от своего мнения и отречься от своих убеждений, захватить лидеров движения и помешать им распространять его дальше. Самое большое количество смертей, когда-либо отмеченное, произошло, когда церковь гнала тех, кто был не согласен с нею. Но самым удивительным являются сроки, указанные в пророчестве, и преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Не вдаваясь в детали, скажу, что время в Библии символизирует год, времен – два года, полвремени, соответственно, полгода. В целом, времени, времен и полувремени – это три с половиной года, или по ветхозаветному исчислению дней в году – это 1260 дней. В данном случае один год, опять же, символически обозначается одним днем. Таким образом, мы имеем 1260 лет темного средневековья. Начинается этот срок с передачи полной политической власти в 538 году византийским императором Юстинианом, существующему на тот момент римскому папе. Давайте прочитаем, что говорит нам Стэнли, историк, в 40-й странице. Папы заняли вакантное место императора в Риме, наследовав свою власть, престиж и титулы от язычества. Папство – это дух, умерший Римской империи, поставивший престол на ее могиле. Вот так историки уже очертили сам дух и того, что происходит. Поэтому мы видим, что и была дана власть ему, чтобы он господствовал. И мы видим, что его господство явно напоминает дух этого Железного Рима, который преследуется, крушает и заставляет делать то, что он считает можно. Как уже было сказано, хронологически небольшой рог возникает после десяти других, и его возникновение приводит к падению трех из них. Из истории мы знаем, что большая часть людей, составлявших эти три народа, как утверждается, исповедовали христианство в арианской форме – герулы, вандалы и озготы. Они были неугодны католикам, представляя угрозу для их церкви. Католические правители считали своей обязанностью устранить эту опасность – физическую и духовную. Хлодвиг, король Франков, направляемый папством, разбил и уничтожил визготов в битве при Вуе в 508 году. Император Юстиниан, провозгласивший папу главой всех святых священников божьих, начал широкое наступление на Ариан. Вандалы были разбиты в Северной Африке во время битвы при Прикамероне в 534 году и, наконец, в 538 году были изгнаны озготы. После освобождения территории Италии от арианского заселия церковь обрела полную свободу действий, как в религиозном, так и в политическом плане. И, как мы уже говорили, это произошло в 538 году. Тем самым сбылось пророчество о том, что Малый Рог искоренит три предшествующих ему рога. Заканчивается же политическое владычество римского понтификата в 1798 году, когда Наполеон Бонапарт в ходе итальянской кампании направляет генерала Бертье лишить власти на тот момент правящего папу Пиа VI. Европа в тот момент, если можно так сказать, вдохнула с облегчением, потому как папская власть жестокости и угнетения порядком уже всем надоело. Римская республика. Государство в Италии поразглашенное 15 февраля 1798 года в результате вторжения войск Французской республики под командованием генерала Луи Александра Бертье. Она была сформирована из территории папской области. Папа Римский Пи VI был изгнан во Францию, где и умер в 1799 году. А теперь, друзья, момент истины. 1798 минус 538 равно 1260 лет. Тем самым пророчество сбывается с невероятной точностью и в свое время. Однако нужно заметить, что книга Даниила дает весьма поверхностное описание происходящего. В основном это пророчество сбывается во времена темного средневековья, поэтому предлагаю открыть последнюю книгу Библии Откровения, где достаточно детально расписана более поздняя историческая перспектива. На этот раз видение видит любимый ученик Христа Иоанн, который находился в ссылке на острове Патмос. А видит он следующее. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах у него было десять диадим, а на головах имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как ноги у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Зверь выходит из моря с семью головами и десятью рогами. В нем сочетается подобие льва, медведя и барса. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. А кто такой дракон? Ответ мы находим в 12 главе книги Откровения. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним». Итак, не забегая вперед, давайте попробуем разобраться, что может означать это видение. Иоанн видит некого зверя, выходящего из моря. Море или воды, как мы уже выяснили, суть – люди, народы, племена и языки. То есть этот зверь, который получил власть, возникает в густонаселенной части Европы. Также мы видим, что этот зверь – гибрид. Он вобрал в себя все те качества зверей, о которых мы только что читали в книге Даниила. Этот зверь имеет львиную пасть, а лев, как мы выяснили, символизирует Вавилон, который является символом смешения, богоборчества и лжи. Именно в Вавилоне исповедовали культ поклонения богине-матери Иштар и младенцу. Медвежьи ноги, то есть то, на чем основана данная система, указывает на медоперсидские корни, исповедующие зороастризм. Эта система построена на основе римского метроизма, в которой мужчина-отец является главой общины, то есть патриархом. Также данная система управления включает в себя множество различных орденов. Подобным образом римский католицизм объединяет в себя множество различных орденов, например, доминиканский орден, францисканский, мальтийский или орден иезуитов. Медоперсидская форма правления – это основа или фундамент, на котором стоит зверь. Тело же зверя, как у барса. Барс – символ Греции. Философия, которую использует католицизм, греческая философия, сформированная на трудах греческих философов, таких как Платон и Аристотель. Нравственность или мораль этого зверя основана не на библейских принципах, а на естественном праве или природном законе, который проистекает из греческой философии. Три главные проблемы, по причине которых в современном христианстве столько заблуждения – это язычество, которое вошло в христианство за последние 1800 лет. Философия, на основе которой духовенство трактует Библию, и антисемитизм, из-за чего отвергается правильный подход к изучению Библии. Все эти три проблемы были порождены католицизмом. Чтобы примирить язычников с формальным христианством, Рим, следуя своей обычной политике, принял меры, чтобы соединить христианские и языческие праздники. Вот просто вот такой момент. Не путем, которым шла церковь апостолов. Они не соединяли праздники языческие и христианские. Они несли Евангелие, убеждали людей, что Христос – это истина, вели их к покаянию, к оставлению грехов и оставлению языческих традиций. Но Вавилон пошел другим путем. Чтобы не мучиться, они пошли другим путем. Они просто стали ассимилировать языческие праздники от христианских одеяний. Дабы язычество и христианство, теперь глубоко увязшие в долопоклонстве и в том, и в этом, и во многом другом, пожали друг другу руки. Поэтому современный Вавилон – это симбиоз язычества и христианства. Еще раз повторю, множество обрядов, праздников вообще не имеют библейского обоснования. Смотрите, что пишет кардинал, что пишет человек, который хорошо знает, что делается у его церкви. А он пишет «Использование храмов, посвященных отдельным святым, курение, лампады и свечи, приношение по обету, святая вода, священнические облачения, тунзура, обращение к Востоку, иконы, куличи, крашеные яиц, длинные и короткие посты, поклонение мертвым мощам – все это заимствовано из язычества. Кардинал, после которого только должность Папы Римского, он говорит во всеуслышание, это он написал эссе о развитии христианского учения, страница 373, он говорит, что все это мы взяли, церковь мы взяли из язычества». Еще раз, прошу понять меня правильно. Под католицизмом я имею в виду религиозно-политическую власть, которая скрывается под Рима католической церкви. Есть миллионы добросовестных, искренних католических верующих, которые верят так, потому что их так научили, но по сути они нагло обмануты. Мне кажется, Бог смотрит в первую очередь на сердце, а не на его деноминацию. Но все же от того, во что мы верим, напрямую зависит наш характер и действие. Я прошу прощения у всех, для кого данная информация стала неожиданной и шокирующей. Я не ставил цели кого-либо обидеть, но это то, о чем говорит нам Библия, а значит это правда, друзья. А правда нередко бывает очень горькой. Так что же это за зверь с семью головами и десятью рогами? Если упустить многие подробности, зверь представляет собой религиозно-политическую власть последнего времени, то есть то, во что трансформировался тот самый малый рог. Этот зверь вобрал в себя самые жесткие характеристики предыдущих зверей. Отличие лишь в том, что малый рог правил во времена темного средневековья, а зверь с семью головами и десятью рогами придет к власти в наше время, в перспективе ближайшего будущего. И это уже происходит на наших глазах. Читаем дальше. Давайте начнем со второй части данного текста и разыщем значения слова «богохульство». Потому как зверь, выходящий из моря, произносит богохульные слова. Марк и Лука дают определение слову «богохульство». Иисус, видя их веру, говорит расслабленному «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Так как Сын Божий Иисус Христос имел власть прощать грехи. Но если простой человек утверждает, что может прощать грехи – это богохульство. Вот другое значение слова «богохульствовать». Иудеи сказали ему в ответ «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Христос был Богом в человеческой плоти, но иудеи не признавали этого. Поэтому, когда Христос сказал о своем единстве с Отцом, иудеи заявили, что он совершает богохульство. Таким образом, когда человек будучи на земле делает себя Богом, он богохульствует. Первый зверь из Откровения 13 главы богохульствует. Можете ли вы назвать власть, появившуюся в Европе и утверждающую, что она может прощать грехи? Исповедальны в католической церкви известны по всему миру как места, куда приходят люди, чтобы священник отпустил им грехи. Самые ужасные преступления и самые отвратительные поступки совершались тогда, когда один человек делился своими самыми сокровенными мыслями с другим. Библия говорит, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Святейшие соборы, том 13. Мы утверждаем, что святой апостольский престол и римский понтифик обладают полной властью над всем миром. Наместник воплощенного Сына Божия, помазанный первосвященник, высший правитель и владыка, восседающий на своем престоле, имеет власть судить над народами, нациями и имеет высшую власть над всеми. Говорят ли они о том, что они руководят всеми другими народами? Вполне очевидно. Это факт. Давайте посмотрим, что говорит Рим. Католическая энциклопедия, том 12, статья Папа. Его юридический авторитет включает в себя власть прощать грехи. Рим говорит сегодня, мы можем прощать и отпускать грехи. Ищите где угодно, на земле или на небе, но вы не найдете сотворенного существа, который может прощать грешника, освобождать от цепей ада, кроме одного сверхъестественного существа, римокатолического священника. Епископ говорит, ты больше не человек, ты священник навеки. Ты не греховный сын Адама, но альтер-Христос, другой Христос. Другой Христос вместо Иисуса Христа. Анти-Христос. Слово «анти» означает «вместо Христа». Католическая церковь говорит, мы решаем, кто спасен, а кто погибнет, и Бог должен подписаться под нашим решением. Если они говорят «нет», Бог не может сказать «да». Кто сильнее? Они сильнее. Это богохульство или нет? Это богохульство высшего порядка. Обратите внимание, в католическом катехизисе они вторую заповедь полностью удалили, ее нет там. Здесь говорится, что он имеет право изменять законы и так дальше. Первая заповедь «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Второй заповеди «нет», она удалена. Третья стала второй. Заповедь о Святом Дне звучит так. «Помни день праздничный, чтобы светить его». И для того, чтобы выглядело десять, они десятую заповедь разделили на две. «Не пожелай жены ближнего твоего и не пожелай вещей ближнего твоего. Очень потрясающе». Имена богохульные являются другим ключевым элементом этого пророчества, прямо указывающим на римско-католическую церковь. «Мы наместники всемогущего Бога на земле». Это ставит смертного человека в положении Бога. И в конечном итоге и есть точное определение богохульства. Католическая церковь никогда не ошибалась и, согласно священному писанию, никогда не будет заблуждаться. Вышеперечисленные цитаты представляют собой абсолютное богохульство. Власть римско-католической церкви представлена первым зверем из 13 главы Откровения. Но давайте вернемся к первой части данного стиха. Одна из семи голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелилась. На протяжении всей 13 главы мысль о том, что зверь получил смертельную рану, но опять ожил, упоминается около трех раз. Этот зверь, как мы уже выяснили, символизирует религиозно-политическую силу последнего времени, которая будет властвовать над всем миром. В прошлом римско-католическая система уже царствовала над территорией всей Европы на протяжении 1260 лет. Однако во времена французской революции в 1798 году поверженное Наполеоном папство утратило власть и силу. Именно в этот момент зверь из 13 главы получает смертельную рану. Потому как жители Европы, узрев скоропостижный конец понтификата, наивно полагали, что римский католицизм больше никогда не поднимет головы. Но мы читаем, что смертельная рана у зверя исцелилась. Но когда и при каких событиях это произошло? Кто участвовал в том, чтобы вернуть зверю власть? Как бы парадоксально это не звучало, это был Адольф Гитлер. Исторический факт. В 1929 году папа Пий XII в союзе с Муссолини заключает латеранские соглашения с фашистской Германией, на основе которых папе возвращается его титул «Земли и власть». Правда, на этот раз только в небольшом городке Ватикан. Вы знаете, что документы по созданию государства Ватикан в 20 веке подписал никто иной, как Бенито Муссолини? Это есть, так сказать, порождение фашистского режима итальянского в прямом смысле. То есть документы о создании государства Ватикан подписал Бенито Муссолини. Можете ознакомиться с этими документами, они находятся в открытом доступе. В тот самый момент смертельная рана зверя начала исцеляться. Но до сегодняшнего дня она еще не исцелилась полностью, но Библия предсказывает, это еще впереди. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Итак, мы видим, зверь был ранен. Вначале он имел огромную власть, потом была нанесена ему рана смертельная, потом мы видим, он воскреснет, все удивляются, вся земля удивляется. Потом они начинают что делать? Они начинают поклоняться этому зверю. Не Богу, а этому зверю. Вот этот важный момент мы для себя отметим. Не Богу, а этому зверю. И кто поклоняется этому зверю, это как бы вот такой важный наш рубеж. Они не спросенные, потому что они не записаны в книге Агнца. Но далее пророчество 13 главы Откровения раскрывает еще более невероятные подробности. В 11 стихе мы читаем. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобных Агнчим, и говорил, как дракон. Если зверь семью головами вышел из моря, то второй зверь выходит из земли». О чем это говорит? Море, как мы уже выяснили, символизирует и языки, и народы. То есть густо заселенную часть мира. Земля, по логике вещей, символизирует напротив место, где людей практически не было. То есть второго зверя следует искать в западном полушарии. Чтобы более детально раскрыть это пророчество, предлагаю вернуться в 12 главу книги Откровения и прочитать с 14 по 16 стих. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, и пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля...» Обратите внимание на слово «земля». «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Откровение 12 глава 14 и 17 стих. Здесь мы вновь встречаем уже знакомый нам временной отрезок, а именно времени, времен и полувремени, или буквально 1260 лет мрачного правления папской власти. Жена символизирует истинную церковь, а два крыла, которые были ей даны, олицетворяют собой два завета священного писания, то есть Ветхий и Новый Завет Библии, которые всегда укрепляют и утешают того, кто с верой их изучает. Пустыня символизирует уединенные места, где прятались верующие от преследования папской инквизиции, которая, собственно, и названа рекой, пущенной из пасти дракона. Как мы знаем, папа создавал целые армии крестоносцев и инквизиторов, которые вырезали порой целые города тех, кто был с ними не согласен. Но текст повествует, что земля разверзла уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть появилась некая новая земля, на которой смогли укрыться те, кто был ганим святой инквизицией. Что это за земля? И было ли нечто подобное в истории человечества? Я никогда не встречал у греков или римлян точного указания на то, в какой части этого света находится рай земной. Убежден, что это и есть рай земной, куда никто не сможет попасть, не будь на то Божьей воле. Полагаю, земля это обширно, и есть еще много других, о которых мы никогда не знали. Богословы утверждают, что здесь у нас идет зарождение нового государства, которого никогда не было на нашей планете. Это государство демократическое. Оно рождается на территории, которая была не густо заселена. И государство, которое становится опорой для христианства. В 1492 году испанский мореплаватель, совершая кругосветное путешествие, открывает берега новой земли. Имя этого мореплавателя – Христофор Колумб, который в 1498 году открыл Америку. С этого времени европейцы, испытывающие гонения со стороны агентов павского режима, массово бегут в Северную Америку, основывая новое великое государство Соединенных Штатов Америки. Все, кого в старом свете преследовали за вероисповедание, несогласие с официальной позицией церкви, быстро поняли, что молодая страна может стать для них тихой, а главное – безопасной гаванью. 250 лет назад всех этих огромных городов тут не было. В США были нации фермеров. Люди отдавались тяжелому труду изо дня в день, без остатка. И в те времена ваши убеждения или религиозные предпочтения не могли быть похожи на хобби, как в наши дни. Люди заявляли о том, что было для них действительно важно. И тезисы о свободе вероисповедания тут пришлись как нельзя кстати. Но давайте вернемся назад в 13 главу и с новыми знаниями вновь прочтем уже знакомый нам текст. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобных агничим, и говорил, как дракон». С первой частью этого стиха я думаю все понятно. Соединенные Штаты Америки возникают на территории девственных лесов и обширных территорий. Как и повествует библейский символизм, зверь выходит из земли. Заметьте, очень интересно, что два рога, которые имеет этот зверь, как бы агничие. Два рога, как говорят богословы, это две важные ценности, которые будут прорастать. Это гражданская свобода, вот свобода человека и религиозная свобода. Вы знаете, что для протестантов и для отцов-основателей Соединенных Штатов вопрос религиозной свободы это был также ключевым. В основу этого государства ложится то, что они будут строить на свободе для человека и для его свободного вероисповедания. Но когда-то с этим зверем, с этим государством случится то, что он будет говорить как дракон. Ни для кого не секрет, что США были основаны как протестантская страна. Однако мы читаем, что зверь, имеющий агничьи рога, заговорил как дракон. И тут и спорить нечего. В наше время США занимает роль мирового жандарма, диктует свои правила и условия всему миру. И с этим просто невозможно не согласиться. Соединенные Штаты Америки говорят как дракон, который чувствует свою силу и безнаказанность. Привет, мальчики и девочки. Я Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки. Как хорошо, что вы такие тупые. Вы смотрите на это и полагаете, что у вас есть возможность выбирать? Эй, дураки! Очнитесь! Тебе интересно, куда мы движемся? Чего мы хотим? Остался последний этап. Нам нужен абсолютный, тотальный контроль над каждым на всей территории Земли. Всемирная, единая власть и валюта. Итак, друзья, прежде чем продвигаться дальше, давайте подведем небольшой итог. Первый зверь, выходящий из моря с семью головами и десятью рогами, символизирует религиозно-политическую власть во главе с римским понтификатом, которая получила смертельную рану в 1798 году, наткнувшись на французскую революцию Наполеона Бонапарта. Примерно в то же время, на другом конце света, свою голову с агничьими рогами начинает поднимать другой зверь, который символизирует Соединенные Штаты Америки. А теперь читаем дальше. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобных агничьим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которыми дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Откровение 13 глава с 11 по 18 стих. Опять происходит союз. У папства нет силы. Он силу будет брать теперь у нового зверя. Это будет новый союз. Мега империя, мега государства, имеющие колоссальную силу, ресурсы и финансовые, и военные. И поэтому что-то должно произойти на земле, что-то такое неординарное, которое заставит вот этого зверя, который нам указывает на Соединенные Штаты Америки, в будущем сделать так, чтобы люди все прислушались к папству. А теперь, друзья, постарайтесь понять одно. Машина римского католицизма и те силы, которые за ней стоят с момента его падения, не оставляли мысли вернуть себе ту власть, которая была у нее во времена темного средневековья. Потому как это древнейшая власть на земле, и многие рычаги этого мира по сей день в ее руках. В 17 главе Откровения описание этого же зверя до боли лаконично. Зверь, который был, которого нет и который явится снова. То есть папство было, правило в прошлом, сейчас оно не правит, но придет к власти вновь и пойдет в погибель. АПЛОДИСМЕНТЫ Парадокс в том, что изначально Соединенные Штаты Америки создавались как протестантская страна, стремящаяся отгородиться от всего католического, но книга Откровения говорит о времени, когда весь мир под страхом смерти должен будет поклониться папству, а Соединенные Штаты Америки станут властью, которая будет толкать мир к этому поклонению. Соединенные Штаты Америки будут говорить людям, чтобы они сделали образ зверя. Именно Америка сформирует образ папства в Соединенных Штатах. И что же из себя представляет Римо-католическая церковь? Это союз церкви и государства. Когда церковь говорит государству, что и как делать. Друзья, эти пророчества быстро исполняются. И сейчас мы видим, как в Америке происходит объединение протестантов и католиков, для того чтобы взять под свой контроль эту страну. И Дональд Трамп объединяется с протестантскими и католическими лидерами, для того чтобы принести изменения в Америку. Братья и сестры. Протест Лютера окончился. Если нет больше протеста, как же тогда может существовать протестантская церковь? Он сказал это громко удивленной аудитории. И объявил, что он говорил с ними в духе Илии, который подготовил путь для кого-то большего, чем он сам. Франциск затем провозгласил, что чудо единства уже началось. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я надеюсь, что вы передадите эту мою молитвенную просьбу, что этот искренний диалог между мужчинами и женщинами, различных вероисповеданий может принести плод мира и справедливости. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Вспомним, когда Бог вложил дух во вновь сотворенное тело, человек ожил. Здесь же говорится, что второй зверь, то есть Соединенные Штаты Америки, оживит первого зверя, что имел рану. Ну а теперь, друзья, разрешите вернуться к вопросу, поставленному в начале. Вавилонская блудница, кто она? Я думаю, вам уже все ясно. В Библии образ жены, женщины или невесты символически ассоциируют с церковью. Так, например, в 12 главе Откровения мы читаем про жену, которую преследовал дьявол, то есть церковь, гонимую сатаной. В 17 главе мы встречаемся с иной женой, антагонистом, блудницей, то есть падшей женщиной. Не сложно догадаться, что речь идет о падшей, отступившей церкви, которая своим лжеучением напоила весь мир. Даже не зная всего того, что мы только что с вами изучили, не сложно догадаться, что в мире существует лишь одна церковь, которая полностью подходит под это описание. И жена была обличена в порфиру и багреницу, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей. Здесь перечислены определенные цвета ее одежды. Здесь больше нет белого цвета, но теперь мы видим цвета, которые представляют, как это ни странно звучит, две вещи – царственность и проституцию. И конкретные цвета, которые мы видим, появляющимися впоследствии в истории христианской церкви в цветах одежды священников. Они были не только основными цветами римских цезарей, но, согласно католической энциклопедии, фиолетовый – порфира, официальный цвет для епископов, ярко-красный – багреница для кардиналов. Мы видим, что эта блудница или коррумпированная церковь, помимо порфира и багреницы, обладает множеством минеральных ресурсов. Если задуматься о ее бесчисленных произведениях искусства из золота, серебра и жемчуга, римско-католическая церковь является самой богатой религиозной организацией в мире. Блудница из Откровения 17 главы символизирует ложную религиозную систему. Сидит на звере – это власть светская, а она сама – это церковь. Зверь, на котором его седает, символизирует государство. Да, мы об этом говорили. Итак, смотрите, в библейском комментарии мы читаем «Государство и церковь – драгоценные Божьи дары, но скверненное государство становится звереподобным, отступившая от церковь становится блудницей». В 18 главе Откровения во 2 стихе написано «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Из этого следует, что учения, которым она напоила все народы, уже существуют в мире. Более того, в конце нашего исследования вы увидите, что данные учения проникли практически в каждую христианскую церковь, вне зависимости от деноминации. И наша задача – вовремя осознать это и избавиться от них, потому как финальный кризис будет разворачиваться именно вокруг данных заблуждений. Поэтому я прошу вас набраться терпения и мудрости. Возможно, то, что вы сегодня услышите, вам не понравится. Но согласитесь, наша задача – следовать за тем, что говорит нам Бог, а не за тем, что нам нравится. Но вначале позвольте ответить на вопрос. Каким образом церковь, пусть и столь многочисленная, как рима католическая, может завладеть властью над всем миром? Ответ, да более простой – тайные общества. Теория заговора вовсе не теория. Многие о ней слышали, но не все понимают, о чем идет речь. Все слышали про масонов, иллюминатов, хаббат, опуздей, но практически никто не знает тех, кто управляет ими. Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо отправиться в недалекое прошлое. В 1517 году бесстрашный монах Мартин Лютер прибивает 95 тезисов к двери Виттенбергской церкви, тем самым прокладывая путь мощному движению реформации. В тот момент измученная невежеством темного средневековья Европа получает глоток свежего воздуха духовного ренессанса. Католическая папа со всеми силами пытается потушить разгорающийся свет реформации. В ответ на протест Лютера в 541 году под предводительством Игнатия Лайолы создается особый орден для борьбы с реформацией. Орден иезуитов, отличающийся хитростью, коварством и особой жестокостью. Их задача – борьба с протестантами, либералами и вообще со всеми теми, кто выступал против папства. В начале 16 века реформация победной поступью прошла по всей Европе. Германия, Польша, Великое княжество Литовское и Франция стремительно выходили из-под влияния римского папы. Даже города Италии начали изгонять католиков, а некоторые кардиналы все больше симпатизировали реформаторам и даже переходили в протестанты. Шла настоящая идеологическая война. И чтобы устоять в ней, святому престолу нужно было включать механизмы защиты и нападения. Все такие иезуиты – это люди, состоящие в тайном обществе, напоминающим масонский орден, но обладающим гораздо более отвратительными характеристиками и в тысячи раз опаснее. Они не просто священники или последователи какого-то вероучения, но торговцы, юристы, редакторы и представители других профессий, которые не имеют на себе какого-то опознавательного знака. Они присутствуют в любом обществе. Для достижения своей единственной великой цели они могут принимать любой вид, будь то ангелов света или служителей тьмы. Все они образованные люди, присягнувшие и готовые в любой момент и в любом месте приступить к тому служению, на которое их поставил генерал ордена. «Не будучи связанными семейными узами, не имея долга ни перед обществом, ни перед страной, лишенные всех человеческих уз и посвятившие свою жизнь делу римского понтифика». Ниже представлена часть клятвы иезуита. «Далее я обещаю и заявляю, что не буду иметь собственного мнения или собственного желания или какого-то мысленного сомнения, чтобы не случилось, будь я даже трупом или мертвым телом, но буду без колебания подчиняться каждому приказу, исходящему от начальства армии Папы. Кроме того, я обещаю и заявляю, что при первой возможности буду вести беспощадную войну, тайно или открыто, против веретиков, протестантов и либералов, как мне было приказано, чтобы искоренить и стереть их с лица всей земли. И я не буду обращать внимание ни на возраст, ни на пол, ни на другие обстоятельства. Я буду вешать, сжигать, опустошать, бросать в кипяток, душить и закапывать живыми этих нечестивых еретиков, сдирать с них кожу, распарывать животы их женщин и разбирать головы их младенца во стены, чтобы навеки истребить этот отвратительный народ. Если сделать это открыто будет невозможно, я буду незаметно добавлять в их чаши яд, душить их удавкой, вонзать в них кинжалы и дырявить их свинцовыми пулями, невзирая на почтенность, звание, титул или полномочия этих людей, ким бы ни были обстоятельства их жизни, личные или публичные, «если мне отдаст такой приказ какой-либо агент Папы или глава братства святой веры общества Иисуса». Невозможно поверить, что человек может дать такую гнусную клятву. Более недостойные клятвы нельзя даже представить. В приведенной выше цитате под словом «еретик» подразумевается любой человек, несогласный с Папой. Но вы можете спросить, каким образом иезуиты, пусть столь влиятельные и могущественные, могут управлять миром? Ответ да более прост – Федеральный резервный банк. Банк, который выпускает и контролирует доллар, и по сути контролирует все прочие валюты мира. Банк, что находится на территории Соединенных Штатов Америки, но при этом принадлежит частным лицам – Ротшильдам и Рокфеллером. Они, будучи евреями, но при этом принадлежат к ордену иезуитов, а иезуиты подчиняются папству. И так, друзья, круг замыкается. Кто владеет Банком Америки? Тот самый иезуит и контролирует эти вещи. Они говорят «Вы знаете Ротшильда?» Что значит слово «Ротшильд?» Если вы посмотрите в энциклопедии, особенно в еврейскую энциклопедию, она скажет вам, что это банкиры Ватикана. Итак, это прикрытые системы Ватикана. И так именно Рим является системами мира, управляет системами мира. Я хочу просто показать вам этот самый сайт. Сайт, видите, называется «Inclusive capitalism with the Vatican». То есть «Инклюзивный капитализм вместе с Ватиканом». Наши хранители. И вот мы видим этих замечательных людей. Посмотрите, какие довольные лица. Президент и главный исполнительный директор «Mastercard», «Allianz», «Salesforce», «Ducont», «United Nations». Вот они все, так скажем, пласты. Вот у нас «Lean Forrest» и «Ротшильд». В общем, тут масса, конечно, масса. Значит, совет по инклюзивному капитализму – это группа чрезвычайно влиятельных людей, которые имеют целью поменять мировую экономику и финансовую систему. То есть они хотят рулить на мировом уровне всеми странами и всей экономикой и финансовой системой. И, в общем-то, все те самые крупнейшие глобальные компании, которые действительно вооружат миллионами долларов. Папа Францис, меня больше всего поражает, что этим всем рулит Папа Римский. Более подробно об этом можно прочитать в книге «Секретные террористы». Ссылка будет в описании. Но каким образом мир будет поклоняться папству? Какое начертание символизирует папскую власть на земле? Для этого нам нужно понять, как Писание определяет поклонение. И то, насколько мы поймем и откликнемся на это, определит нашу участь. Как написано в следующем стихе. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое и руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем». Откровение, 14 глава, 9-10 стих. Это самое суровое предостережение Бога во всей Библии. Следующие стихи покажут нам различие между истинным и ложным поклонением Богу. «Иисус сказал, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюдать свое предание». Евангелие от Марка, 7 глава, 7 по 9 стих. Людям были даны десять заповедей в книге «Исход». На протяжении сотен лет евреи извращали закон многими преданиями, которые внесли путаницу в десять заповедей. Именно это так беспощадно осуждает Иисус. Он говорит, когда десять заповедей уходят в сторону, а традиции человеческие выходят на первый план, такое поклонение является тщетным. Истинное служение будет включать в себя почитание ко всем десяти заповедям. Ложное поклонение почитает традиции человеческие. В 13 и 14 главах Откровения мы наталкиваемся на папскую традицию, которую превозносят над одной из Божьих заповедей. Эта папская традиция представляет собой не что иное, как начертание папского авторитета в мире. Знаете ли вы папскую традицию, которая прямо противоположна одной из десяти заповедей, и о которой она сама говорит, как о начертании своей власти на земле? Я неоднократно предлагал тысячу долларов любому, кто сможет мне доказать из Библии, что я должен соблюдать воскресенье. Не существует такой заповеди у Библии. Это постановление исключительно римско-католической церкви. В Библии написано, «Помни день субботний и свято храни его». А католическая церковь говорит, «Нет, своей божественной властью я отменяю день субботний и повелеваю вам светить первый день недели – воскресенье». И вот, весь мир склоняется к почтению, повинуясь повелению святой католической церкви. Вопрос, какой день является священным днем отдыха? Ответ, суббота – священный день отдыха. Вопрос, почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ, мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь на Лаудыкийском соборе в 336 году от Рождества Христова перенесла празднование с субботы на воскресенье. Именно святая католическая церковь изменила день отдыха с субботы 7-го дня на воскресенье, первый день недели. Энрайт на лекции, прочитанной в 1893 году. Многие христиане думают, что празднование воскресенья – это Божье постановление, но это заблуждение. Празднование воскресенья – это постановление исключительно католической церкви. В Библии подтверждения этому учению нет. Вот что заявляет сама римокатолическая церковь по этому вопросу. Было бы хорошо напомнить пресвитерианам, баптистам, методистам и всем другим христианам, что Библия никоим образом не поддерживает их в соблюдении воскресного дня. Воскресенье является установлением римско-католической церкви. И те, которые соблюдают этот день, соблюдают заповедь католической церкви. Посмотрите-ка на это – одно из самых поразительных высказываний всех времен, какое мне когда-либо удавалось найти на эту тему. Принадлежит оно церковному историку Сократу Схоластику, 5 век нашей эры. Вот что он пишет. «Почти все церкви». Вы слышали это? Все церкви по всему миру отмечают священное таинство по субботам каждую неделю. Однако христиане в Александрии и в Риме в силу некоторых древних традиций отказались от этого. Еще одна цитата из католического вселенского бюллетеня. «Римско-католическая церковь заменила соблюдение субботы соблюдением воскресения по праву божественного непогрешимого авторитета, дарованного ей ее основателем Иисусом Христом. Протестант, утверждающий, что Библия является единственным руководителем веры, не имеет никакого основания для соблюдения воскресения». В этом вопросе адвентист седьмого дня является единственным последовательным протестантом. Итак, знаком его власти является суббота, потому что за шесть дней Господь сотворил небо и землю, море, источники и вод. Римско-католическая церковь однозначно заявляла во многих местах на протяжении всей истории, что знак ее церковной власти в том, что она выше Библии и что она принесла празднование библейской субботы, на первый день недели, на воскресенье. И она использует это в качестве пункта. И совет в Тренте ясно дал понять, что это ее знак церковной власти. И хотя протестанты, несмотря на то, что они говорят, что Библия является их высшей властью, они фактически подчиняются Риму, а не священным писаниям. Пророк Даниил предостерег, что появится особая власть. Об этом говорится в книге пророка Даниила 7.25. И эта власть возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Друзья, ни одна земная церковь не вправе менять Божий закон или изменять его слово. Нет сомнения, что проповедники должны вернуться к проповедям на основании Библии, к Божьей истине и бежать из Вавилона от блудницы. Лжеучение Вавилона о характере Бога – это причина его обращения к своему народу. Богу ненавистны эти ложные системы богослужения и эти учения дьявола. Теперь мы рассмотрим несколько утверждений из католической литературы, которые убедительно покажут, что является папским начертанием власти на земле. Цитата. Докажите мне только на основе Библии, что я должен считать воскресение святым днем. Такого закона в Библии нет. Это только закон святой католической церкви. Библия говорит «Помни день субботний, чтобы святить его». Католическая церковь говорит «Нет, своей божественной властью я упраздняю празднование субботнего дня и повелеваю вам святить первый день недели». И вот полностью цивилизованный мир склонился в почтенном смирении пред заповедью Римско-католической церкви. Конец цитаты. Папство однозначно говорит нам, что такое начертание. Цитата. «Конечно, католическая церковь заявляет, что изменение субботы на воскресенье было ее действием. В этом действии и заключается начертание ее церковной власти и авторитета в религиозных вопросах». Конец цитаты. Еще одна цитата. «Воскресенье – это начертание нашей власти. Церковь стоит выше Библии. И перенос соблюдения субботы является доказательством этого факта». Конец цитаты. Эта тенденция продолжает нарастать до тех пор, пока во всем мире не будут приняты воскресные законы. Эти законы приведут к жестоким преследованиям, подобным гонениям во времена темного средневековья. Очень скоро на земле все люди разделятся на две группы. На одной стороне будет большая часть человечества, объединившаяся с иезуитами Ватикана в открытом восстании против Бога Вселенной. Другая группа будет гораздо меньше. В нее будут входить те, кто любит Бога и сохраняет все его заповеди. Четкой разделительной чертой станет десять заповедей и особенно четвертая заповедь о субботе. На какой стороне окажетесь вы? Папство однозначно говорит нам, что такое начертание. А теперь поговорим о чипе. Не исключено, что такой механизм может быть использован. Но это не знак зверя. Потому что зверь это католичество. А зверь уже определил, что это за знак. Чип позволит вам заниматься банковскими делами. Это может быть средством, скажем так, чтобы определить, как вы ведете банковские дела. Но это не знак зверя. Это, возможно, предшественник вопроса о невозможности купить или продать. Но это не моральная проблема. 13 глава книги Откровения и новейшая история говорят нам о том, что очень скоро иезуиты спровоцируют новое нападение или создадут новый кризис, после чего они смогут достичь своей заветной цели – принять национальный закон о воскресном дне. Воскресенье потеряло свой смысл, как день отдыха – обновление во Христе, говорит Папа. В Польше входит в действие воскресный закон, запрещающий торговлю в этот день. Новое итальянское правительство предлагает нести запрет делать покупки воскресенья. Ватикан работает над тем, чтобы приостановить воскресные покупки в Италии. Ингерские законодатели запрещают делать покупки воскресенья, чтобы укреплять время, проводенное семьей. Никарагуа запрещает воскресенье как выночный день. Лидеры ИЭС призывают к гарантиям, чтобы воскресенье было нерабочим днем. Важность дня при остановке. Как европейцы борются против торговли воскресенья. Немецкий суд вводит в действие день отдыха. Израильское предложение сделать воскресенье днем отдыха может положительно повлиять на торговлю. В преподобный день солнца пусть все магистраты и люди, проживающие в городах, отдыхают. И пусть все мастерские будут закрыты. Если ваша церковь учит, что десять заповедей Божьих больше не являются обязательными, что моральный закон Божий, отражающий его характер, каким-то образом был отменен и больше к нам не применяется, бегите, бегите к Библии. Христос призывает в Новом Завете в Иоанна 14, 15, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Чем же все закончится? На самом деле сейчас невозможно сказать, как все будет, потому что наверняка все произойдет совсем так, как мы себе не представляли. Одно можно заявить с уверенностью. Нынешний кризис коронавирусной пандемии создан искусственно с целью подтолкнуть человечество к принятию нового мирового лидера, который бы, возможно, и решил бы данный кризис. Они, кстати, всегда так делают. Сначала сами создают проблему, а затем предлагают решение. Как я уже говорил сегодня утром о том, что когда началась эта первая волна коронавируса, я наблюдал, как во всем мире все очень быстро стало изменяться. Я размышлял об этом и говорил сам себе. Ясно, что без католицизма здесь не обошлось. Рим стоит за всем этим. Потому как папство является ключевым игроком в этой великой борьбе. У меня не было четких доказательств того, как Рим связан с этой пандемией. И поэтому я начал исследовать этот вопрос. Один человек тогда прислал мне эту статью из издания, которая называется «Бизнес инсайдер». Статья от 13 апреля 2020 года. И вот о чем говорится в этой статье. Доктор Энтони Фаучи. Для тех из вас, кто не знаком с этим человеком. Всякий раз, когда Дональд Трамп говорит что-либо по вопросу коронавируса, этот человек Энтони Фаучи всегда находится рядом с Трампом. Он является директором национального института в США по изучению аллергических инфекционных заболеваний. Здесь в этой статье дальше говорится о том, что доктор Фаучи еще в 2017 году предостерегал администрацию Трампа о неизвестной и внезапной вспышке новой болезни. Фаучи тогда сказал, что мы абсолютно уверены в том, что в ближайшие несколько лет мы встретимся с этой проблемой. Откуда он это взял? Разве являясь экспертом по инфекционным заболеваниям и аллергиям, он в то же время является и пророком по совместительству? Фаучи говорил это во время своего выступления в Джорджтаунском университете. Джорджтаунский университет. А кому принадлежит этот университет? Это знаменитый иезуитский университет. Верно? Вы должны быть иезуитом для того, чтобы получить разрешение на выступления в Джорджтаунском университете. Итак, Энтони Фаучи выступал в стенах этого университета. И он тогда сказал, что следующая администрация Белого дома встретится с проблемой в области инфекционных заболеваний. Откуда он мог это знать? Они работали в этом направлении. Верно? 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 Не буду сейчас вас засыпать. В том, что мы не допустим возврата до COVID миру. Верно? 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 Коллеги, чтобы вы понимали, в мире, где будут править, а он об этом говорит, корпорации прямо в прямую, где будет, куда будут переданы власти ресурсы, не будет места национальным государствам. Просто их там нет. Причем это будет, по их понятиям, в самое ближайшее время. Цитата. Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется. Разумеется, в суверенной России место там не останется в первую очередь. На первый взгляд, все это кажется каким-то нереальным, невозможным. Но просто подумайте логически. Посмотрите, что происходит с этим миром. Как в экологическом, так и в экономическом плане ситуация с каждым годом становится все хуже и хуже. Наша планета умирает. Великие мира сего понимают, что всему приходит конец, но их карманы туго набиты и их совсем не устраивает данный расклад. Проблема всех бед, по их мнению, перенаселение планеты. На Земле слишком много людей. Чтобы контролировать эти процессы, уменьшить численность населения, им нужно новое мировое правительство. Но кто его возглавит? Какой мировой лидер достоин звания президента мира? Трамп? Билл Гейтс? Ангела Меркель? Быть может, Зеленский? Нет же, этим людям нет доверия и вряд ли вообще найдется такой человек на всей Земле. И в то же время нет более уважаемого и почитаемого лидера, как Папа Римский. Сам наместник Бога на Земле. Кто, как не он, должен возглавить президентство мира? Но правление Папы невозможно без религии. Новой мировой религии, которая бы устраивала всех. Потому как и сам Папа говорит, что все беды, постигшие человечество, произошли потому, что мы забыли Бога. И в этом он, кстати, прав. Но та религия, что будет создана, а точнее уже создается движением экуминизма, будет представлять из себя синтез всех существующих религий мира, якобы под эгидой любви, любви в кавычках. И единым днем поклонения, вопреки библейской субботе, будет Папское воскресенье. Воскресный закон уже готовится в кулуарах Рима. Очень просто. Надо сократить выбросы углеводородов. Для этого надо, чтобы все заводы, фабрики, весь мир остановился на один день, чтобы ничего не работало. И, конечно, нам этот день нужен, и этот день воскресенье. Поэтому всячески продвигается под видом изменения климата. Нам нужен воскресный закон, чтобы спасти нашу планету. Голод, мор, болезни, когда земля начнет действительно умирать. И мы понимаем, что вероятнее всего, что на себя возьмет, как духовную власть, и книга Откровения, кстати, 18 глава нам об этом говорит, что на себя, как спасительную миссию, возьмет именно Папство, возьмет на себя эту миссию дать советы, каким образом можно спасти землю. Одним из советов это будет воскресный день. Что нужно всем людям вернуться к Богу, покаяться. И всем независимым, если мы хотим, чтобы мир был спасен, нам нужно начать поклоняться Богу. Но, к сожалению, это будет тот день, который установил не Господень Господень, а который был установлен Папством. И вот за этой вуалью будет скрытое поклонение совершенно не Богу. Далее в своем обращении Папа Бенедикт сказал следующее. Для того, чтобы гарантировать охрану окружающей среды и регулировать миграцию, для всего этого мы срочно нуждаемся в истинной мировой политической власти. Отказ от суверенитета является обязательным. В противном случае войны не избежать. Вот мы и проанализировали высказывания понтификов современности. Мы услышали голоса Пия XII, Иоанна XXIII, Павла VI, Иоанна Павла II и нынешнего Папы Бенедикта XVI. Вдобавок мы услышали голос верденского епископа Пьера Бойлона. Все они поют одну и ту же песенку. У нас должно быть мировое правительство, и оно должно быть у нас уже сейчас. Скептики могут утверждать, что такой сценарий нереален. А Библия говорит, что именно так все и произойдет. Кстати, название Ватикан с латинского означает «место гаданий». Интересно отметить, что сатана искусил Еву через змея. Таким образом, змей стал инструментом в руках сатаны, чтобы ввести в грех людей. А в Ватикане зачем-то построили конференц-зал Папы Римского в виде головы змея. Обратите внимание, как выглядит это здание снаружи. А теперь давайте посмотрим, как оно выглядит изнутри. Думаешь, это случайное совпадение? Или все-таки Римма-католическая система, не скрывая своей приверженности к искусителю, является инструментом дьявола, чтобы вводить в грех христиан всего мира? Мать всем блудницам. Вавилон, эта женщина, эта блудница, она оказывает влияние на другие церкви. Дорогие друзья, на другие церкви. Мы не только говорим о памстве, да? И на другие церкви. Вы вспомните, как написано было о ней. Она мать блудницам, мерзостям земным. То есть у нее есть дочери, которые, возможно, будут говорить, да нет, она не наша мать, мы ее не признаем. Мы протестанты, да, так скажем, грубо говоря. Но почему она называет их своими дочерями? Потому что в их учении остается ее дух. Воскресный день, бессмертие души. Да, вот эти хотя бы даже ключевые моменты. В их учении, если это остается, они остаются вот по умолчанию. Она называет это своими дочерями. Это то, что соединяет и держит. И в конце истории нашего мира дьявол воспользуется всеми этими идеями, чтобы привести к большой икумене, объединению и подчинению. Справочник Баптиста. Вот я сейчас хочу, чтобы не говорить просто о каких-то конфессиях, но тем не менее, да. Вот протестанты, которые говорят о том, что мы протестанты, мы не подчиняемся этой системе, мы в ней ее, мы живем только по Писанию. Но давайте прочитаем. Как жаль, что оно в воскресенье пришло с печатью язычества и хрещено с именем Бога Солнца. Как жалко. Затем принятое освящено папским отступничеством. То есть это прекрасное воскресенье. Было в одеждах язычество, потом осквернено папским отступничеством. То есть тут напоминают, что они протестанты, да. И завещено, как священное наследие протестантизма. Друзья, ну какой оно может быть священ? Кем завещено? Кто его нам завещал? Христос не завещал нам его, друзья. Ну не завещал он нам его. Он сказал, я есть господин и субботы, не первого дня недели, не воскресенья. Поэтому в последние дни возникнет церковно-государственная система под названием Духовный Вавилон. Ее духовный лидер будет утверждать, что говорит как Бог. Письме к епископам всего мира в субботу 2 сентября 2000 года главный теологический советник Папы Иоанна Павла II, кардинал Иосиф Ратцингер, ставший впоследствии Папой Бенедиктом XVI, сказал, что было бы неправильно называть христианские церкви от протестантских до православных сестринскими церквями католической церкви. Кардинал сказал, что этот термин является небрежной терминологией и не может использоваться для описания христианских общин, которые на самом деле не общались с Римом. Всегда должно быть ясно, что единая, святая, католическая, апостольская, универсальная церковь не сестра, а мать всех церквей, сказал кардинал. Официальный сайт Ватикана, документ Доминус Иисус. Как сопротивляться этой машине? Как спастись? Если смотреть правде в глаза, своими человеческими силами невозможно противиться этой системе. Ее щупальцы проникли везде. Им принадлежит все. Деньги, власть и армия. Все великие мира сегодня пляшут под их дудку, даже не осознавая этого. Но больше всего эта система, а точнее дьявол, который стоит за ней, ненавидит тех, о ком написано в последнем стихе 12 главы Откровения. «И расферепел дракон на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Когда дьявол постарается убедить людей, что именно те, кто служит Богу, стали причиной всех бедствий в мире. Представляете себе, когда у соседа дом разрушился, там пожар, где-то наводнение, и все люди будут считать, что это именно из-за тех, кто соблюдает заповедь Божия. И написано, «Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, оскорбляют Бога, что и этот грех вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместно не установят празднование воскресения, и что соблюдающие четвертую заповедь тем самым уничтожают в людях почтительное отношение к воскресному дню, смущая народ и лишая его благословения». Как спастись от этой ласти? Как спастись от дракона? Соблюдать заповеди и верить во Христа, как в личного спасителя? Потому что спасти может только Бог. Друзья мои, если вы досмотрели это видео до конца, наверняка вы испытали моральный шок от услышанного. Но все это придумал не я, обо всем это повествует Библия. Верить в это или нет – ваше личное дело. Однако призываю вас, запасайтесь верой и терпением, и внимательно наблюдайте за тем, что происходит в мире. Потому как если вы увидите тенденцию, нацеленную на то, о чем я вам говорил, пожалуйста, пересмотрите свои взгляды на то, во что вы верите и что вы соблюдаете. В 18 главе Откровения написано «Пал-пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Золотая чаша, как говорят богословы, символизирует опьянение ложными учениями. То есть сама в своей руке церковь, которая изменяет Богу, чтобы удержать, помочь зверю, удержать власть над народами, она начинает учить или учит, благодаря влиянию дьявола, она учит людей ложным учениям, которые также уводят его от Бога. Помните, у нас была мысль такая очень важная, что и все люди поклонились зверю. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Откровение, 18 глава, со 2 по 5 стих. «Выйди от нее, народ мой». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. Друзья, прямо сейчас вы еще раз слышали эту истину. Итак, что вы собираетесь делать с этой истиной? Вы понесете крест, который может призвать вас оставить ваши плотские желания, оставить некоторые любимые вами доктрины, оставить ложные верования? Желаете ли вы продвигаться вперед, невзирая на то, что, может быть, придется принести в жертву? Или вы желаете продолжать принимать ложь, которая вам более удобна? Вот вопрос, на который вам необходимо ответить. И только вы можете ответить на этот вопрос. И вам необходимо дать ответ прямо сейчас. Дорогие друзья, спасение наше только в Господе и в Сыне Его, Иисусе Христе. Благослови вас Бог. Сыне Его, Иисусе Христе. Дорогие друзья, спасение наше. Благослови вас Бог. Сыне Его, Иисусе Христе. Субтитры создавал DimaTorzok